В состязаниях российского уровня конкуренция очень высока. Со всей России отбираются только самые сильные, быстрые и выносливые. В предварительном этапе Кубка России участвовало порядка 500 пловцов. Около 30 спортсменов соревновались на одной из сложнейших дистанций – 200 метров батерфляем. Чтобы обойти соперников, приходится много тренироваться. Ведь даже доли секунды способны принести победу или отобрать ее. Два раза в день тренировки, а всего 10-11 тренировок в неделю только на воде, а еще зал, кроссы, ну и другие виды подготовки тоже. Потому что только плавательная подготовка не дает уже тех результатов на том высоком уровне, на котором сейчас плавают спортсмены мирового уровня. Тренировки Екатерины проходят в Волгограде. Там, по словам спортсменки, есть все необходимые условия – врачебный контроль и техническое оснащение бассейна. Много было очень нововведений, таких как, например, протяжка на воде. Вот, мы плавали на такой веревочке, нас катала по воде эта веревочка. То есть поднимается тело над водой и очень хорошо чувствуется скорость. Плюс гидроканал – это поток воды, такая ванночка, идет у тебя поток воды, и ты в него вот втягиваешься, тоже плывешь. Сама Екатерина плавает с 4-х лет. Уверена, что спортом заниматься нужно с детства. И заниматься упорно, ведь именно на тренировках вырабатывается характер. Я думаю, самое основное – это то, что ребенок должен сам осознавать, понимать, чего он хочет в спорте и чего он хочет добиться. Если он этого хочет, он этого добьется. Хочешь стать чемпионом – стремись, иди к этому. Я думаю, это основная задача и секрет вообще в общем. В Севастополе спортсменка тренироваться не может. У Федерации плавания нет своего бассейна. Им приходится арендовать помещение для тренировок в севастопольском филиале МГУ. Через неделю Екатерина вернется в Волгоград, где будет готовиться к чемпионату России. Светлана Щербакова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.